Начинаем заново читать Тору, как мы читаем всю Тору за год. Первая глава Брэйша говорит о создании мира, и о первых более чем полтора тысячи лет, которые были от создания мира. Начинаем читать. Брэйши избор, рэгим, в начале Бог создал, и сашумаим вейс орыц. Небеса и землю. Слово эйс, это всегда что-то прибавляет. То есть, это же небеса включает много компонентов, и земля. Интересно. Раньше на первое предложение приводит вопрос, почему в принципе Тора могла бы начаться от первой главы, в которой есть много законов. Это глава Бо. О счете месяца, о счете года, о принесении пасхальной жертвы. Это глава, которая прямо перед выходом евреев из Египта. А почему же Бог начал создание мира? Добавим, даже после того, как это о создании мира Тора говорит, понять это ясно и четко, как это было, мы это же не понимаем. Мы читаем. И Раша говорит так, это первый Раша, что Бог специально, почему Он начал создание мира, Силой его действий рассказал своему народу дать им наследство народу. То есть, что если другие народы скажут евреям, вы же бандиты, вы заняли землю семи народов. Так на это есть простой ответ. А кому принадлежит земля? У земли есть хозяин. Она не ничейная. У земли есть хозяин. То, кто ее создал, сотворил ее хозяин, Бог. И Бог дает землю кому Он считает верным. По его желанию Он дал им. А по его желанию забрал от них и дал нам. Интересно. Вот Раша спрашивает, что вначале Он создал небеса и землю, это таков порядок. И Раша говорит, чтобы понять надо, он приводит медраж. Бывает без из-за, ради чего. Из-за Рашис, из-за начала. Что такое начало? Начало это Тора, который Бог дал еврейскому народу. Но еврейский народ, который тоже рыщий, начало. То есть, Раша приводит медраж. Цель, ради чего создан мир и возле чего крутится мир. Это Рамбан понимает, что это да, да, порядок. И он объясняет это по своему пути, Рамбан. Нет, Раша говорит, что простому пшату, в начале творения мира, было так-то и так-то. Это не указывает, говорить сейчас о порядке, а что было в начале создания мира, было то-то и то-то. Так земля была беспорядочной. Рамбан, после, в своем комментарии, находит путь, как сказать, что это действительно порядок. Вы орыт, а земля уже с сию вовею. Сию это значит, что она была неупорядочена, поражала удивление. Вовею пуста. Вы хейше халпнэйтэйм. И темнота над бездной. То есть, земля не была, как мы сейчас ее видим. Это потом, в течение шести дней, Бог ее изменил и обустроил. А с самого начала она была совсем в другой форме. Веруахалыхим. И дух от Бога мрахэф испарил, а у пны омоев над водой. Ва емиралыхим, сказал Бог ер, пусть станет свет. Ва ер стал свет. Первый день Бог создал небеса и землю. Но не в этой форме, как сейчас. А и свет. Бояралыхим, это эркиты. Бог увидел свет, что он хорош. Бог разделил между светом и темнотой. У каждого дал ему свое время. Бог назвал свет днем. Темноту королой его назвал ночью. То есть, он разделил, дал границы. Днем, чтобы был свет. А ночью, чтобы была темнота. Ва эры, ва и веке. Было вечер, было утро. Геймер, ход. Один день. Это первый день Бог создал небеса и землю, и свет. Ва эймералим, сказал Бог ер, руке. Чтобы было, так сказать, руки. Внутри воды, чтобы были руки. Рукия. То есть, как атмосфера, чтобы она разделяла внутри воды. Чтобы она разделяла, мы его моем. Между водой и водой. Верхней водой и нижней. Ва эры, ва эвеке, и им шинни. Было вечер, было утро, второй день. То есть, Бог разделил. Есть интересный медраж. Что верхние воды, они были наверху, а нижние были внизу. Нижние воды имели претензию. Нас отделили от близости к небесам. Нас отделили. Мы не имеем отношения к чему-то духовному. Так Бог им обещал. От вас будут пользоваться на жертвенники в храме. Во-первых, из воды жертвы берут соль, которой будут солить все жертвы. А во-вторых, будут лить воду на жертвенники. Праздник суков. Во-вторых, Бог назвал в руке шума небо. Во-вторых, было вечер, было утро, им шинни. Второй день. Во-вторых, сказал Бог, якову хам-бай им. Чтобы собрались воды в одно место. Чтобы показалась суша. В начале вода покрывала всю землю. Не было суши. Сейчас тоже. Там около 70% это океаны. А тогда были 100%. Ему гаим, а и омай им, а жмай им, кем и хоз аэбаша показалась суша. В аиха не стал это. В аиха крои гаим, Бог назвал гая башо эрец. Сушу назвал землей. Собрание вот, кора назвал я Миммаря, а я Римки-тэй, Бог увидел, что это хорошо, разделение. Что значит Бог увидел, что это хорошо? Бог же изначально знает, что будет и что произойдет. Выражение, во-первых, что такое значит Богое имя? Бог сказал, кому что. Что? Тора пользуется выражением, как мы бы выразили, про то, что Бог делает, как мы бы выразились про человека. Когда человек что-то делает, как через кого-то, кому он указывает, что он говорит. Так он говорит, и тот это делает. То же самое значит, что Бог сказал. Значит, Бог так велел и так встал. Что значит Бог увидел, что хорошо? Бог это оставил, как оно и было. Бог это так оставил. Это значит, Бог сказал, что это хорошо. Вае имя религийм сказал Бог. Та чия орэц дэшэ. Что земля покрылась покрытием, травяным покрытием. Эйзэ в Мазрия зэра, трава, которая ест семена, в эйцпри, эйцпри, дерево плодоносящее, эйцпри делающие плоды, ламины по его виду. То есть каждый путь, каждый дерево создает по его виду. Ашазар и Вэй, что его семя в нем орэц на земле. Ваихай. Так стало. То есть Бог создал растения. Матайцы орэц дэшэ. Земля выпустила травяное покрытие. Эйзэ в Мазрия зэра, трава, у которой есть семена, ламины по их виду, в эйц и дерево, эйцпри, делающие плоды, ашазар и вэй, что семя в нем ламины по его виду. Ваяры лимки ты, Бог увидел, что это хорошо. Ваяры ваи вэйки ем шлищи. Было вечер, было утро, третий день. Медрашин спрашивает, как, смотрите, во второй день не написано, Бог увидел, что это хорошо. А в третий день написано дважды. Так ответ, один ответ, ответ, что во второй день началась работа, но не закончилась. Когда не закончилась, мы не можем сказать китов, что это хорошо. Это еще не установилось. Было разделение между водами. Но потом, в третий день, было окончание этой работы, что вода, которая была по всей земле, чтобы она покрывала, чтобы выделилась суша, и чтобы вода собралась в океаны, и чтобы была суша. Это окончание работы второго дня. И поэтому интересно, во второй день вообще не написано китов, что хорошо. Не законченная работа, мы не можем сказать, что это хорошо. А в третий день написано дважды китов. Первое, что окончание работы, которое началось во второй день, и закончилось в третий. Создание суши. И второе, создание растений. Есть медраж. Почему во второй день не написано китов? Так есть один ответ, то, что я говорю вам. Раз эта работа не закончилась, на незаконченное действие, мы не можем сказать, что это хорошо. Есть второе объяснение. Потому что в нем был создан спор. Разделение. Разделение это плохо. Разделение между верхней водой и нижней. Теперь. Все задают вопрос. Ну, а в первый день, да, написано китов. И там тоже было разделение между светом и темнотой. Просто такое. Свет и темнота, это совершенно разные категории. И разделение между ними, вполне можно сказать, что это хорошо. А разделение внутри воды, двумя типами, вот, это уже не скажешь хорошо. Разделение. Во имя Рим сказал Бог, имя и рейс, чтобы были светилы в реке Ашумае, на небе. Разделись между днем и между ночью. Во имя Рим будет знаками, умеядым временами, ульемым дни, вешоним и годы. То есть им считают дни, считают годы. Во имя Рим, они будут светилы в реке Ашумае, на небе. Во имя Рим. Во имя Рим. Во имя Рим. И стало так. Во имя Рим. Во имя Рим. Во имя Рим. Сделали шны. Амир и Сакделем. Два больших светила. А Самоэра, когда им большое светило, умея шаресаеем, властвует днем, это солнце. А Самоэра, когда им малое светило, умея шаресаеем, властвует ночью. Во имя Рим. Во имя Рихи. Во имя Рим. И властвует звезды. Во имя Рим. Оставали фитérer Growingers под для corals. Бог Южел серии. Бог видел, что это хорошо. Eventually, Бог остановил. Ж tant! Полинул такой, отверстия и другие духовки. Хочется, что讲 с красоты. Утро Геймрови, четвертый день. Но вы обратили внимание, в Торе дни начинаются с вечера. Теперь, надо понять, четвертый день Бог создал светило. А мы уже видим в первый день, что Бог разделил между светом и между темнотой. То есть матч-мудрецы говорят, что первые семь дней был другой свет. По-видимому, который имел себе духовное. И Бог его потом спрятал. То есть четвертый день Бог создал светило. А до этого был другой свет. Сказал Бог, чтобы задвигались омаим воды через нефешхайо, движение живой души. То есть внутри воды. И птицы, чтобы летели на землю, а упны реки ошумаим по небу. Бог создал вели большие рыбы. Тут упоминаются большие рыбы. Может быть, потому что это самое крупное создание. Создание, это именно рыбы. Все живые души, арымесы, двигающиеся, ашашотцу, амаим, что задвигали воды ременеем по их видам. И в конном ременею. Все птицы с крыльями по их видам. Вояра им, китай, Бог увидел, что это хорошо. Что значит, Бог увидел, что хорошо? Бог так оставил. Вояра им, китай, Бог его благословил. Гаймер, говоря, пру урву, плодитесь и размножайтесь. Умилуя сама им, баямим, наполняйте воды в морях. Вояра им, китай, чтобы размножались по земле. Сколько яиц у каждой рыбки, сколько есть. Очень много. Вояр, Бог их благословил, что они размножались. Вояра, вояр, вояр, им хамиши. Было вечер, было утро, пятый день. Вояр, 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 сказал Бог, «Тоицый орыц, что выпустила земля, нефеш хайо ламино. Живые души по их видам, бэймо. Домашние животные, во ремезь присмыкающиеся. Выхайся эрец и животные ламино по их виду». Поехань, стало так. Вояр, 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 Бог сделал эсхаясу орыц ламино. Животные земли по их виду. Интересно, как подчеркивается в Тории во всех. И у растений, и у птиц, и у животных по их виду. И скот по их виду. И скот по их виду двигаются по земле маленькие рамены по их виду. Скажем, я не знаю, там мышки, черепахи, ящерицы. Бог увидел, что это хорошо. Значит, Бог увидел, что это хорошо. Что Бог так оставил. Во емирал им сказал Бог, нас с одом сделаем человека. Тут написано в норсное число, значит, это норсное число. Раньше приводит Медраж, что он как бы обсуждал с ангелами. И это должно нас учить, что человек более высокого положения Советовался с теми, кто меньше его. Нас с одом сделаем человека. По нашей форме кедмутэйну, кедмусэйну подобные нам. В емирду, что они властвовали. «Видгас айом, в рыбах моря, увей фашома и мцицах неба, увабейма животных с котом, увыхов орыс на всей землей. Увыхов орымес, я пресмыкающий орымес, зига и ца орыс на земле». Я сейчас прочитаю, а потом остановлюсь, что значит «по нашем подобии облика Бога». Что это значит? А? У Бога же нет облика. Во евро ергиме со дом без цаумей, Бог создал человека по его форме, в целом ергиме, по форме, по облику Бога, по рейсам. В Зохране Киева, по облику Бога, он его создал, в Зохране Киева, самец и сам, мужчина и женщина, он их создал. Тут Тора пишет кратко. Дальше Тора рассказывает, как он создал мужчину и из нее создал женщину. Есть второе мнение, что он создал мужчину и женщину, как сиамских близнецов, которые по спине были вместе. Но по первому пути просто он создал мужчину, а потом создал и часть его женщину. Во евро их интересно. Интересно. Написано, Бог создал человека. А? Про птиц и рыб написано, Бог увидел, что это хорошо. Создал растение, написано, что хорошо. Создал животного, написано, Бог увидел, что это хорошо. А про человека не написано. Почему? Создание человека менее важное. Я видел объяснение Рабмия Симха из Винского, он говорит так. Сказать что-то хорошо, что это хорошо, это можно на что-то созданное, которое уже определенное, как оно функционирует и как оно действует. Про растения это написано. Про птиц и рыб написано. Про животных написано. У человека он же имеет выбор. Единственное творение в мире, которое Бог создал, которое имеет выбор, это человек. А как можно видеть, что это хорошо? Когда он делает хорошее, это очень хорошо. А когда он делает плохое, можно сказать, что это хорошо. Это творение, которое Бог заранее дал ему возможность поступать выбора и делать, как он хочет. Понятно, что Бог ограничивает, но дает рамки выбора. Благословил их Бог, сказал им Бог, Прурву, плодитесь и размножайтесь. Умилуя саорос, наполняйте землю, выхившуа, захватывайте ее. Урду, властвуйте, ведь газ айом, над рыбами моря. Увей фашумаем, над птицами неба. Увэхоу хайо, и все животные, рамеца саорос, которые двигаются по земле. А что значит указание властвуйте? Чем Бог передал человеку власть над животными? Очень просто. Понятно, что слон больше человека по размерам, и лев тоже больше и сильнее человека. Но Бог дал человеку разум, и этим разумом дал ему возможность руководить и властвовать над всеми животными. Над всем животным миром, над рыбами, над птицами, над всем миром. Ва ей мера льгим сказал Бог, и ныну сад его хамья дал вам. Эскол эйсов зерей азера, все травы, которые есть в них семя, ашалопных кхолорос на всей земле. В эскол эйце, все деревья, ашабей фри эйце, есть плоды дерева зерей азора, которым есть семя. Охамья лоха, вам будет на еду. То есть, тут пока Бог не дал права человеку убить животное его есть. Он дал право ему есть только плоды, плоды растений, травы, но не животных. Пока, до потопа. И ухол хаяс орыц, и всем зверям земли, ухол, всем животным земли, ухол эйфаш омаем, и все птицы неба, ухыл римес ого орыц, и все, что присмыкается по земле, ашабей нефеш хайо, которым есть живая душа. Эскол эйрек эйце был охо, все травы, всю зелень травы, охо есть. Моих они стали. Вот. Мояре лимес Кулашероса. Бог увидел все, что он сделал. Вы найти в мире это очень хорошо. То есть, совершенство стало, когда уже и весь мир создан. Мояре воевеке, а было вечер, а было утро, гейма шиши день шестой. Перевернемся к тому, что Бог создал человека по облику и подобию Бога. Что это значит? Во-первых, у Бога есть облик и подобие. И это возможно. Что это значит? Значит, вернемся к выражениям на Налашона Кодач. Там написано «Бецалмо, бецалмо кидмутыну», подобный нож. Значит, в чем человек так и подобен Богу? В чем? А? В книге «Нефеш Ахаим» объясняет это так. В Торе тут написано «кидмутыну», подобный нам. Правильно? Царь Давид в Таилим говорит о его страданиях, когда он должен был скитаться, убегать от царя Шаула, прятаться и оплакивать, сожалеть. До миссии Ликас Митбор. Я был похож на Кеат, такую птицу в пустыне. А, Ликас Митбор. А если я был к Хейс Хоровис, как сова, которая на развалинах. Она плачет, она скитается. Скажите, если Давид себя уподобил, скажем, сове, то это значит, что у него стали крылья, как у совы, и стали перья, и он стал летать или нет? Как вы это понимаете? Конечно, нет. То есть царь Давид имел в виду какое-то подобие. Как она скитается, как она плачет. Я в своих преследованиях от царя Шаула был чем-то подобен ей. Какое-то подобие. То же самое мы можем сказать про то, что Бог создал человека по облику и подобие Бога. Чем подобие? Какое-то подобие есть, а в чем? В чем подобие человека Бога? И чем человек в виде особой и всех других творений, которые Бог создал? Чем? Интересно. Особая сила, что Бог дал человеку, дал ему речь, дал ему творчество. Но самое основное, что он ему дал, это возможность выбора. И это единственное, кто имеет выбор, это именно человек. И благодаря этому выбору, человек чем-то подобен творцу. Чем? Творец влияет на весь мир. Человек своими действиями, в первую очередь я имею ввиду духовными действиями, он может влиять на весь мир. Уже древние мудрецы задавали вопрос. Есть люди, а есть ангелы. Кто выше? Люди или ангелы? Вы уверены? Нет. Теперь. Есть, как говорится, есть две стороны вопроса. По духовности ангелы, они намного выше, чем нас. Их близость к Богу. И они далеки, не могут ничего нарушить. Они чувствуют, ощущают духовное, совершенно естественно. Это одна сторона. И в этом ангелы намного выше нас. Но с другой стороны, Бог дал нам выбор. И мы нашим хорошим выбором, а к сожалению плохим тоже, влияем на весь мир. То есть мы влияем положительным выбором, приносим больше света в этот мир, приносим много духовного света в этот мир нашими действиями. То есть единственное в мире, кто может влиять на мир, это им только Бог передал эти силы только человеку. Человек имеет духовные силы своими действиями влиять на мир. Хорошими действиями он влияет в положительную сторону, прибавляет много света и добра в этот мир. Плохими действиями, наоборот, уменьшает свет в этот мир, затемняет. Но, то есть человек это именно тот, который Бог создал, что он влияет на мир. И в этом есть подобие человека Богу. Бог влияет на мир, и человек, он дал ему потенциал влиять на мир. Никто, никакое другое создание, ни животные, ни ангелы не могут влиять на мир. Они посланники, они духовные творения, но влиять на мир они не могут. Они могут знать много духовного. Но влиять на мир Бог передал эту силу только человеку. Так это объясняет в книге Нефиша Хайм, влияние человека. Это Бог передал нам могучие силы, которые надо использовать в положительном направлении. И это все связано с тем, что Бог передал человеку свободу выбора. А почему Бог дал человеку свободу выбора? Нефиша Хайм объясняет это так. Бог хочет сделать полноценное добро. А что такое полноценное добро? Дать человеку что-то, что он заслужил, и это ему полагается. Дать человеку просто добро, которое он не заслужил ничем, как подачка, это не... Человеку уважаем, это из уважаемости человека тоже, который не очень любит подарков. А настоящее добро, когда человек получает то, что ему полагается. А для этого Бог дал человеку свободу выбора. Чтобы он имел возможность поступать так и поступать иначе. И когда он выбирает хорошее, ему полагается добро от Бога по закону. И именно поэтому человек, Бог передал человеку силу влиять на весь мир. Интересно. Есть метраж. Бог висосил раньше. Растения, рыбы, птицы, животные и только потом человека. А что это означает? Если человек действительно ведет себя достойно, то знаете, на что это похоже? Когда приглашают почетных гостей, то раньше готовят зал, накрывают стол почетно, красиво, а потом уже приводят гостей. Так тот же самый Бог создал растения, создал животных, создал рыбы, птиц, создал животных и потом человека. Он в конце, он как жених, которого пригласили уже на все готовое. Это если человек ведет себя достойно, то для чего он создан. А если нет? А если нет, то знаете, что ему говорят? А ты знаешь? Комар появился на свет раньше тебя. Комар появился на свет пятый день, а ты? Только в шестой? Он старше тебя. Если ты выполняешь свое предназначение, то все в мире создано для тебя. А если нет? Если смотреть только по времени появления в мире, то комар появился раньше. Закончили, что мой город, небеса и земли, в холд словом, все их армии. То есть все, что в них включается. Закончил работу, что сделал. Значит, отдохнул, не создавал физически ничего нового. Бог благословил седьмой день. Осветил его. Раша приводит пример. Значит, он его благословил, что такое осветил. Благословил, посылает в нем изобилие. Что, когда евреи были в пустыне, в пятницу спускалась двойная порция мана. А в шаббат, ман вообще не спускался. Закончил говорит, Благословил, что в пятницу спускалась двойная порция. А осветил, что в субботу вообще не спускался ман. Но это было, как бы Бог показывал евреям, показывал это на будущее. Что шаббат несет в себе богословление. И питание на шаббат как раз от... Бог посылает, когда человек его соблюдает. Кивишевас. В нем он отдохнул меком рахты. От всей работы. А шаббороил гимн асист. Что Бог создал, чтобы делать. В нашей голове есть еще несколько тем, всю голову мы, к сожалению, не успеем почитать. То есть мы говорили сейчас о творении человека. Дальше Тора рассказывает более подробно о создании мужчины и женщины. И Тора нам говорит, что Бог создал раньше мужчину, а потом он ощутил, что ему не хватает помощника наподобие ему. Так Бог усыпил его из части его тела, он создал женщин. Рамбан поднимает вопрос. Почему при создании птиц, животных Бог создал, как написано, Бог создал самцов и самок одновременно? Почему у человека Бог создал по-другому? Почему он создал раньше Адама, а потом из части его тела, скажем, из ребра он создал женщину? Почему? Почему? Почему животных он создал одновременно? Скажем, он создал, я не знаю, там, быка и корову, барана и овцу и так далее. А человек, он создал раньше мужчину, а потом из части его тела женщину. Рамбан, объясняя предложение в нашей голове, говорит так, что Бог изначально этим создал, чтобы была близость. Как у первого человека, Хава, была часть от его тела, так Бог создал, чтобы было влечение, чтобы была близость, душевная близость между мужем и женой. Что наподобие, как у первого человека, она была часть его тела, имеет к нему отношение, так Бог создал это, чтобы это было в семье между мужем и женой. Другими словами, тем, что Бог создал раньше мужчину, Адама, а из него создал Хаву и часть его тела, как часть тела тянется к тому, из которого она была сделана, сделана, из которого она появилась, чтобы было такое влечение жены к мужу и чтобы было между ними душевное единство. Другими словами, он этим создал семью. У животных это действительно нет. У них нет близости между самцами и самками. Понятно, что выбор остается, но тут созданы, как сказать, основы для семьи. Тора нам рассказывает про грех первого человека. И что Бог ему запретил есть от плодов этого дерева. И определенного дерева Итадас. И Адам сказал это Хаве. И змей уговорил Хаву. Хава уговорила своего мужа. И Адама. Что произошло и что изменилось с этим грехом? Что было? Что было до этого и что стало после этого? Рамбом Морена Бухим прибудет, что его кто-то спросил. Что это Адам загрешил, а ему дали разум. Это как человек сделал преступление, а ему дали за это премию. Ответ на это такой, это не премия. Наоборот, это было большое падение человека. Адам человек, первый человек, много понимал. Но он был очень духовным. А тут у него стало стремление, его стремление к удовольствию. И его выбор стал совсем другим. Это было падение. Знается вопрос. А перед этим у Адама не было выбора? Во-первых, мы уже говорили, что основа создания человека, что у него был выбор. Правильно? И кроме того, мы же видим, что у него был выбор, что он нарушил. Так был выбор или не был выбор? Или не был выбор, скажите? Был выбор. Ну. Так что же произошло? Что изменилось? И видно, что это было большое изменение и большое падение. Понятно, что определенно у первого человека Адама был выбор. Такова основа творения человека, и мы видим, что он нарушил. Но уровни выбора бывают совершенно разные. Первый человек Адам был очень высоким духовно. Он был полностью далёк, совершенно далёко от греха. А после этого его уровень выбора стал совсем-совсем другим. Знаете что? Давайте прежде всего возьмём пример из нашей жизни. Есть разные люди. И у каждого свой уровень выбора другой. Есть что? Возьмём человека, который соблюдает заповеди. И, допустим, в субботу соблюдает, одевает филин. Имеет урок Торы. Не забудет молиться Минху. Так, допустим, пропустить Минху – это ниже его уровня выбора. Это у него не выбор. Понятно, что он это будет делать. А с другой стороны, тот же хороший еврей встать в середине ночи и из глубины сердца оплакивать, что храм ещё не построен – это выше его уровня выбора. То есть у другого человека другие рамки, которые выше его уровня выбора, а что-то другое ниже. Но всё-таки есть какая-то близость между ними. Есть разные действия. У каждого из большинства людей что-то выше его уровня выбора, а что-то ниже. В данный момент постепенно человек работает над собой. Он может подняться или наоборот. Когда человек работает над собой, он поднимает свой уровень выбора. Теперь, то, что было у Адама – это было что-то другое. Это было, как сказать, как большое падение, большой скачок вниз, к сожалению. Он был очень далёк от греха. И его уровень выбора был, что он мог теоретически нарушить. Но такой страсти к этому он не имел. И он понимал, что это нарушение. Это наподобие, как человеку протянуть пальцы в огонь. Скажите, человек может это сделать или нет? Может, нет? Может. Но понятно, что это далеко от него. Он имеет такую возможность. Что-то наподобие этого было у Адама. У него была возможность согрешить и нарушить. Но это было далеко и вне его. Можно даже это видеть в том, что соблазнитель пришёл снаружи. Змей. Змей пришёл соблазнять. После этого греха сама возможность согрешить, она очень реальна и практична. Но человек решает этого не делать. А у Адама была возможность согрешить, была от него очень далеко. Была такая возможность, но довольно теоретическая. И поэтому соблазнитель пришёл снаружи. А после этого греха, до этого было, вот он хочет, чтобы я это сделал. А после греха, человек говорит, мне хочется это, очень вкусно. А, ну Тора запретил. Мне хочется. До этого этого даже и не было. То есть это было совсем, это был, у Адама был выбор, но совсем другого уровня. Раз уж мы говорим об этой теме. Скажите, что лучше человеку? Что у него есть больше ситуации выбрать или нет? Давайте скажем так. У каждого человека есть ситуации, что он выбирает. Но вопрос в том, что человек всегда может своей работой над собой постепенно поднимать свой уровень выбора. Это, знаете, на что похоже? Это, знаете, на что похоже? То есть так, у каждого из нас есть что-то выше уровня нашего выбора. В данный момент что-то выше уровня выбора, что-то ниже, а что-то именно в поле нашего выбора сейчас. Человек, работая над собой, может это поднять, повысить свой уровень выбора. Чтобы было то, что раньше было. Поле битвы превращается уже в захваченную территорию. И это уже тут уже, это уже не в рамках выбора и так далее. А выбор, поле битвы уже выше. Интересно. Начальная точка каждого из нас, это не зависит от самого человека. Это зависит от, где мы родились, где воспитались. Это начальная точка. А дальнейшая работа, а дальнейшая наша жизнь, это уже... Человек сам выбирает, как работать над собой. Вообще тема выбора, это одна из центральных сторон понимания отношений с Богом. То есть выходит, что Адам, у Адама был выбор, но был выбор совсем другого уровня до греха. А после этого уже не только он, но и весь мир упал. Интересно. А вы знаете, сколько времени был этот запрет, чтобы он не ел из этого дерева? Один день. Один день. Один день. Вошла бы суббота, уже было бы разрешено есть. Получилось так, что Адам не выдержал и нарушил. И теперь весь мир в течение почти 6 тысяч лет работает над этим поднять наш уровень. И когда... И дойти до такого, до этого уровня. А для самого Адама это были считанные часы до наступления субботы. Дальше Тора нам рассказывает про рождение Каина, рождение Эбова. И Тора нам рассказывает о... Между прочим, ой, очень интересное замечание. Я видел в Арахаиме на то, как змей поступился к Хаве. С чего он начал разговор с Хавой? Он понял, что ему легче будет говорить с Хавой. Она не слышала сама от Бога. Но с чего он начал разговор с Хавой? Вы обратили внимание? Что он ей сказал в начале? Он ей сказал так. Правильно, Бог сказал, чтобы вы не ели и всех деревьев сада. И всех деревьев сада. Бог вам запретил все. Если вы захотите быть, как говорится, цадыком и слышать то, что Бог говорит, Бог же вам запретил. Но на это она ответила. Нет, и всех плодов можно, но от этого дерева, которое внутри сада, Бог запретил. Но начало его разговора было, Бог вам запрещает все. Это известный путь Ейцерара. Он говорит, если вы пойдете по пути Торы, все. Для вас удовольствие этот мир уже не будет. Все. Вы все потеряете. Это его из первых шагов. Тора нам рассказывает про рождение Каина и Эбола. Про рождение Каина и Эбола. Про зависть между ними. Это интересно. Зависть между ними началась с чего? С духовного. Тоже интересно. Каин первый принес приношение Богу. Эбола научился от него, но он сделал лучше. Он принес из чего-то наилучшего. Эбола. И Бог принял приношение Эбола, а Каина нет. И началась зависть. Это опасно. Когда человек чувствует себя чем-то ниже другого и завидует, это очень опасно. И тут началась зависть. Зависть как будто, которая началась с причиной духовной. Вопрос же не в духовном. Вопрос, что Каин? Каин себя ощущал, что ниже другого, ниже моего брата. А в действительности он мог бы это исправить и духовно подняться. И он бы мог быть и как брат и выше. Если человек чувствует, что он ниже другого и начинает завидовать, это очень опасно. Каждый из нас имеет свои силы. И он может духовно расти. У каждого есть достаточно потенциала, чтобы сделать добрые дела. Интересно. Есть даже Медраж. Разные мнения в Медраж, о чем они спорили. Одно из них, этот говорит, на моей территории будет построен храм. А это говорит, на моей территории. А к чему это привело? К страшным последствиям. Как будто люди говорят о духовном. А к чему это привело? К страшному. Человек должен, у каждого есть свой потенциал и свои возможности духовно расти. Совсем не обязательно сравнивать себя с другими. Тут мы останавливаемся сейчас. Добрый день, гитраем. Редактор субтитров А.Семкин близко. Продолжение следует...